Германия вынуждена покинуть свою военную базу в Инжерлик, в Турции. Конфликт вокруг неё возник ещё в середине мая, и вот теперь немецкие войска будут передислоцированы. Что стало последней каплей для турецкого правительства? Давайте посмотрим. Договориться не удалось. Немецким военным всё же придётся покинуть турецкую базу Инжерлик. Конфликт возник около месяца назад, и встреча глав в МИД Турции и Германии была последней попыткой урегулировать вопрос. Майи Анкарани разрешила делегации комитета Бундестага по обороне посетить Инжерлик, где находится около 250 военных. Всё из-за того, что Берлин приютил турецких солдат-беглецов. Германия не должна быть центром убежища для членов ФЕТО, организации Гюлена. Против этих людей нужно вести расследование. Если станут известны источники их финансирования, правда, откроются. Те, кто участвовал в перевороте и сбежал в Германию, должны вернуться в Турцию. Формально покидать Турцию немецких военных не обязывали, но так как доступ к базе ограничили, альтернативы нет, заявил немецкий коллега Чавушеглу Зигмар Габриэль. И как это должно происходить, пока неизвестно. Но и уступать Анкаре Берлин тоже не хочет. Глоба немецкого МИД так и заявил. У нас слишком разные представления о конституционных процессах. Со следующей недели мы начнем процесс передислокации. Будем искать, куда переправить войска. Это займет какое-то время. Но я не думаю, что турецкую проблему можно решить прямо сейчас. Нам нужно не ситуативное разрешение, а постоянный доступ членов Комитета обороны к объекту. Этого нам турецкое правительство гарантировать не может из-за внутренних политических причин. Габриэль также заявил. Возможно, контингент передислоцируют в Германию, с которой уже сотрудничают многие западные страны. База на Ближнем Востоке нужна Германии для борьбы с террористами исламского государства в Сирии в рамках международной коалиции. Людмила Панасюк. Подробности. Телеканал Интер. Продолжение следует.